Друзья, зимнего солнцестояния сегодня не будет. Оно сдвинулось. Сегодня большинство людей, эзотериков, шаманов, рефлекторно отмечают день зимнего солнцестояния, как это делали предки тысячи лет назад в этот же день. Но так ли это на самом деле? Такие же космические процессы сегодня происходят, как это было тысячи лет назад. Все уже поменялось, космос уже другой, и шаблон оттянуть даты прошлого на сегодня это слепо и поверхностно. А самое главное говорит о том, что данный эзотерик лишь теоретик и не чувствует энергетических изменений и некосмических процессов, а только шаблонно повторяет обряды предков. Каждый астролог знает, что собой представляет взаимосвязь Земли с явлением солнцестояния и равноденствия. И в этом году время солнцестояния поменялось уже дважды с января месяца по нашему условно принятому календарю. Это говорит о том, что сегодня все процессы сменились. Даты, гороскопы, знаки зодиака, взаимосвязь Земли со звездами и другими планетами. Вибрационное поле Земли слишком раскачано. И поменялись не только процессы во внешнем космосе, но сегодня и поменялись процессы во внутреннем космосе. Сегодня ученые доказали 32 изменения в процессах клеток человека, в атомах и ДНК. Мы уже становимся другим видом. Энергетика поменялась. Внутренний и внешний космос поменялся. Обряды по старым календарям уже не актуальны. Энергетика сменилась. Сегодня ни одно сакральное сооружение на Земле, такие как Стоунхенш, пирамиды, Аркаим, не вошли в параллель с Солнцем и не зафиксировали силу, как это было тысяча лет назад, как это было два года назад, в день зимнего солнцестояния. Все поменялось. Проснитесь, друзья. Старайтесь чувствовать космические потоки, а не теоретически выполнять обряды. Сейчас никто не знает новых космических процессов, которые еще не завершились и продолжаются. Человечеству нужно отбросить шаблонное восприятие космических обрядов и перейти к личному космическому ощущению. Личность должна эволюционировать от теории к космическому опыту. Никакого внешнего перехода не будет ни 21 и ни 22 декабря. Единственный переход, который может быть сейчас, это внутренний переход. Сейчас мы можем полагаться только на внутренние ощущения, на внутреннюю правду. Внешние иллюзии растворяются. Удерживающие внешние становятся лжеэзотериками. Внешние теоретики под прикрытием эзотерики. Полагайтесь только на личный опыт. Становитесь ли вы сильнее, энергетичнее, яснее, значит вы ближе к потоку космической силы. А про день вообще забудьте. Кариндари лишь стремятся удержать то, что уже в прошлом. Вообще 10 лет назад, занимаясь у ситхов, в традиции 18-ми ситхов, они дали мне учительское имя Шрима Караджоти. Об этом я практически не рассказывал, и единицы знают, что означает это названное имя наречение. А оно означает свет звезды Сириус. Это одно из звезд Сириуса, которое появляется один раз на небосклоне раз в году, как раз в конце декабря. Ей поклоняются йоги и ситхи, считая, что оттуда во пришли предки. И что с ее появлением на небосклоне начинается новое лето, годовой цикл. Так вот сегодня эта звезда также сместилась. Друзья, мы живем в новом изменяющемся космосе. Старое разрушается, а новое нужно ощущать. Отныне, пусть каждый день станет днем силы для вас. И неважны даты, настало время эволюции человека. От философа и теоретика к человеку опыта и состояния. Личность должна эволюционировать к культуре, а культура к космическому состоянию. Космическое состояние – это первое, умение ощущать себя, людей и мир вокруг. Второе, умение ощущать единение с космосом. И третье, осознать бессмертие души в космическом мире. Тот, кто достигнет этого космического осознания своим состоянием, тот и будет в резонансе со всем космосом. Личность, культура, космос. Не теорией, а опытом. С новым днем силы внутри вас, друзья. Постоянно, здесь и сейчас.